Я сидела с дочерью около телевизора, на мультике смотрела, вылаяла собака. Выхожу, стоит сёкор с цыганкой. Цыганка предложила, считай, постельное бельё. Она говорит, дайте посмотрю, оценю вот это всё. Ну я её купила, пошла за деньгами расплачивать. Она говорит, она с ребёнком была. И ребёнку говорит, ну помогите, чем можете, типа ребёнку. Ну я с Владимиром дала яйца, помидоры, растительное масло. Потом она начала говорить, что она вас порчивает, семья там, тераперы. И этот, принесите простыни, я вас, ну типа заговорю, тераперы, ну сниму вот это всё, порчу там. Вот я не знаю, вот резко вот этот, как вот действительно, говорят же зомби. Вот что она говорила, то я и делала. Ну говорит, принесите деньги. Она, я принесла деньги, вот пошла принесла, вот не знаю зачем. Завернули вот это всё, она, ну простенькую, начала заговорить, говорит, принесите подушку, что надо, ну зашить и три дня спить, и потом только, ну посмотрите, ну этот, и вытащите. Ну и всё, так вот. Потом она так и ушла, я потом резко, видимо, включилась, ну отошла от этого всего. И начала вот эту подушку, ну этот, расширять уже всё, расширяла, денег там уже не было. Пока женщина готовила продукты, гость сообщила, что на их семью наложена страшная порча. Чтобы не допустить трагического исхода, цыганка сказала, что нужно провести процедуру очищения с использованием всех имеющихся в доме денег. От неожиданной новости хозяйка испугалась и отдала ей все деньги, которые были дома. Цыганка провела так называемый ритуал очищения, убрала деньги в подушку. Как только гости покинули порог, женщина заподозрила неладное, денег нигде не было. Обманутая женщина обратилась в фороохранительные органы.